Всем привет! В этом видео я расскажу, как запустить и пользоваться инструментом Windows «Выполнить», а также рассмотрим несколько основных и наиболее используемых команд панели. Интегрированный в операционную систему Windows инструмент «Выполнить» предоставляет возможность быстрого альтернативного доступа к программам, папкам, документам и другим ресурсам системы, при условии, что вам известна соответствующая команда запуска. Он часто используется в процессе настройки и эксплуатации компьютера, о чём мы неоднократно упоминали в многих наших предыдущих роликах. Есть три способа запуска инструмента «Выполнить». Наиболее популярным среди продвинутых пользователей способом есть запуск окна «Выполнить» нажатием сочетания клавиш Windows Plus R. Благодаря этому инструмент «Выполнить» ещё часто называют меню или окно Win Plus R или Windows Plus R. Этот способ удобен тем, что работает на всех версиях Windows без исключения. Более привычным для рядового пользователя ПК с Windows 8 или 10 есть запуск данного инструмента, кликнув правой кнопкой мыши по меню «Пуск». «Выполнить». Также запустить инструмент «Выполнить» можно, используя поиск Windows. Для этого кликните на поиски Windows и введите «Выполнить». Кликните на предлагаемом системном ярлыке, после чего инструмент запустится. Этот способ также актуален и для Windows 7. Пользоваться инструментом просто. Для этого его достаточно запустить одним из указанных способов и в поле «Открыть» ввести необходимую команду. Все команды вводятся только на английском языке. Например, чтобы узнать установленную на компьютере версии операционной системы, введите команду «WinWare». OK. Что касается самих команд инструмента «Выполнить», то их существует огромное множество. С их помощью можно запускать программы, открывать папки, запускать другие инструменты Windows, а также открывать окна тех или иных настроек операционной системы. Как правило, многие программы могут быть запущены вводом имени приложения. Например, Opera, Chrome, Excel и т.д. Однако не все команды интуитивны. Например, чтобы открыть Word, необходимо ввести команду «WinWare». Чтобы узнать команды для запуска своих приложений, используйте метод проб и ошибок. Но список основных команд инструмента Windows Plus R будет в описании. Приблизительно такая же ситуация и с открытием папок. Например, чтобы открыть этот компьютер, введите команду «Explorer». Команда «%AppData%» открывает папку с данными установленных приложений. «Documents» открывает папку «Документы». «Downloads» загрузки и т.д. Но всё-таки основная ценность инструмента выполнить – возможности быстрого запуска инструментов администрирования и настройки Windows. Попробуем перечислить и показать основные из них. • RecEdit – самая известная и используемая команда, которая позволяет зайти в редактор реестра. • MS Config показывает конфигурацию системы, автозагрузку служб и программ Windows. В ней можно выбрать один из трёх видов запуска операционной системы. Это обычный запуск, диагностический запуск и выборочный запуск. Из вкладки «Загрузка» можно настроить загрузку операционной системы в безопасном режиме. Ссылка на наше видео о том, как загрузить Windows в безопасном режиме – в описании. • А также выставить загружаемую по омолчанию операционную систему, если их на компьютере установлено несколько. • О том, как установить две операционные системы на компьютере, уже также есть ролик на нашем канале. • CMD – позволяет запустить командную строку. Видео о том, как запустить командную строку, а также о её основных командах, вы можете посмотреть на нашем канале. • GPEditMSC – эта команда запускает редактор локальной групповой политики. С его помощью вы можете настроить и определить значительное количество параметров своего компьютера. • Установить ограничения пользователей. Запретить запускать или устанавливать программы. Включить или отключить функции операционной системы и многое другое. • ServicesMSC – команда запускает панель управления сервисами и службами вашего компьютера. • Control – команда для открытия панели управления. Данная команда стала востребована с выходом в сборке Windows 10 Creators Update, в которой доступ к панели управления из подтекстного меню кнопки «Пуск» убрали. Ссылка на видео о том, как открыть панель управления или вернуть её в пуск в описании. • AppWiz CPL – быстрый доступ в меню программы и компоненты, которые также убрали из подтекстного меню кнопки «Пуск» в Windows 10 Creators Update. • MSInfo32 – запуск программы «Сведения о системе» – удобного инструмента для администраторов и продвинутых пользователей. • DXDiag – средство диагностики DirectX, с помощью которого можно узнать версию DirectX, а также «Сведения о системе», что незаменимо для геймеров и так далее. Как я уже говорил, с помощью инструмента «Выполнить» можно запустить почти любое приложение или открыть меню настроек или папку. Поэтому таких команд очень много. Те, которые я указал, по моему мнению, основные. Напомню ещё раз, что список большинства команд инструмента Windows Plus R будет в описании. На этом всё. Если данное видео было полезным для вас, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр. Удачи!